Шахматная доска, как-то разрезана на две ножки. Очень много есть способов. Чтобы вы могли их перекладывать, сделано дополнительное поле. Шахматной доске просто нарисовали еще одну клеточку. И вначале там нет... это пустая петля. То есть вначале у вас что-то вот такое. Ну, я не знаю, что там может быть. Итак, разрешено взять любую доминошку, поднять ее на доске. Тогда на доске будут три пустые клетки. И если из каких-то пустых клеток есть место, куда можно положить эту доминошку, то туда ее можно положить. Задача. Докажите, что таким образом вы рано или поздно сможете сделать, чтобы все доминошки лежали в бизанале. То есть оказывается, что такие перекладывания позволяют вам полностью справиться с этой задачей. Что? То есть оказывается, что это позволяет? Да нет, это, пожалуй, ворече. Давайте я объясню, как здесь легко все делать. Берете тряпку, стираете вот эту доминошку, имейте право, кладете ее горизонтально. А, то есть можно взять, или вот эту кладу его вместе? Ну, куда можно. Да. А, куда надо? После этого, например, вот эту передвигаете. Да, да, да. Ну и так далее. У вас в результате все время есть одна пустая клеточка. Надо, чтобы она в конце концов оказалась на своем прежнем месте, а все доминошки лежали горизонтально. Нет, но в основном, как это, влечку она не видит. Смотри, первая строка была горизонтальной. Ну, если честно, решение начинается именно с этого. Давай, расскажи. Вы должны доказать, что в любом случае все получится. Если мы сейчас с вами сможем разобраться с моей картинкой, это еще ничего не будет означать. Вам нужно доказать, повторяю, для любой картинки. А для этого нужен, как, ну, какой-то ровный. То есть надо, вне этого смысла надо постепенно улучшать картинку. Вот здесь Коля сказал, давайте сначала докажем, что можно верхний ряд сделать. Я не говорю, что это такая суперголочная кармельника. Это просто задача, на тот взгляд. Посмотрим на первые шаги. Да. Вот здесь пустая фредка. Не надо заштриховывать, просто пустая, значит пустая. Пустая фредка. После этого идет некоторое количество горизонтальных. Да. Ноль или больше горизонтальных доминошек. Мы их сдвигаем. Да. До ближайшей вертикальной. Да. Здесь пустая клетка. Да. После этого клетка такая. Есть пустая клеточка. И ряда вертикаль. Да. И от нее идет кип-тейк. Да не обязательно. От нее идет одна вертикальная доминошка. Ее можно сделать горизонтальной. Безусловно. Значит, мы добились простой штуки. Мы сумели сделать верхний ряд целиком горизонтальный. Давай, делай. Да. Все поняли, да, как это делается? То есть горизонтальные доминошки. Да. Ну и горизонтальная. Потому что если бы там дальше была вертикальная, то мы опять сделали бы горизонтальной. Отлично. Есть случаи, когда мы регионали, потому что, конечно, вниз. Если со змей мы стоять вертикальная, то теперь она будет смещаться. Куда-то, где-то, где-то, где-то... А я не хочу, чтобы она куда-то смещалась. А она так получилась? Не понимаю. Такой? Не понимаю. Клетка. Да, пустая. Ну, дальше идут... Да. И дальше шли вот так вот доминошки, да? Да. Хорошо, хорошо. И что дальше? Вот. Ну, понятно, что здесь... Нет, что там... Там мне неинтересно, что... Коль. Потому что здесь из такой... Да. Есть горизонтальные доминошки. Что есть? Здесь... Нет, я понимаю, что есть непременно горизонтальные доминошки. Нам нужно сделать верхний ряд весь горизонтальным. Как мы это делаем? Мы вот эту вот одну доминошку кладем, чтобы она стала горизонтальной. Это мы можем? Да. Пустая клетка действительно сдвинулась. Дальше что? Ну, и что дальше? Будем делать? Ну, в того же время. Нет, Коль. Проблема в том, что никому неинтересно, сколько ты там будешь рисовать. Тебе нужно какое-то математическое рассуждение, а не рисование картинок. Я вообще не понимаю, что это за картинка. Здесь уже... Пустая клетка может по диагональной высоте идти, и мы не сможем закончить с первого ряда. Смотри, здесь уже 8 клеток. Да. Да. 6, 5, 6, 7, 8. Да. Клетка может сдвинуться не более, чем в этом положении. И что? Это такая история. Вообще, нам хочется делать как можно больше доминошек горизонтальными. Правильно? Поэтому, если мы потихонечку будем все больше и большее количество доминошек делать горизонтальными, то рано или поздно мы победим. Значит, мы в некотором смысле можем пустить эту свободную клетку, так сказать, по доске и стараться увеличивать количество горизонтальных доминошек. Правильно? Замечательно. Значит, мы не должны рисовать вот эту конкретную картинку. Понятно, что от нее никакого толку. Мы должны думать, что вот у нас уже из-за своего крайнего положения клеточка сдвинулась куда-то. Условно нарисуй, пожалуйста. Убери вот здесь весь этот свой ужас. Он никому не нужен совершенно. Мне нужен такой условно нарисованный квадрат 8 на 8. Даже не надо рисовать, что 8. Просто такой квадрат. Да, да, да. Мы добились только того, что верхняя строка стала из доминошек. Ну, если хочешь, да, свободную клетку можно сюда. Где-то там она вот есть. Замечательно. Теперь интереснейший вопрос, что делать дальше. То, что я пока понял, что запустив путешествие, так вот ее, мы добились, что верхняя строка вся из горизонтальных доминошек. Это я понял. Господа, итак, все договорились, что в верхнем ряду 4 горизонтальные доминошки. Значит, можно свободную клетку сделать, чтобы она оказалась в левой верхней клетке. Да, да, да. Конечно. Рисуй. Все доминошки сдвигаем. Ну, понятно, как, да? По очереди перекладываем. И у нас свободная клетка. Замечательно. Да, еще вот, Коля, этот горизонтальный ряд убери, потому что он явно ни при чем. Да. Итак, такой картинки мы добились. Что мы дальше делаем? Под горизонтальной, под эту клетку есть доминошка. Да. Под этой клетке есть какая-то доминошка. Да. Но она либо горизонтальная, либо вертикальная. Это не так важно. Здесь можно меняться местами. Итак, понизить уровень, на котором находится наша пустая клетка. Вот, так делаем. Да. Можно сделать так, чтобы пустая клетка оказалась в нижней строке. Нет. Я не знаю, где она там. Коля, можно? Не будем придумывать. Можно мы нарисуем одну вертикальную доминошку? Нет. Вот она не здесь. Мы не знаем, все, что мы пока сделали, мы сумели перенести в пустое место. Смотри, у нас либо там вертикальная, либо горизонтальная. Так? Мы ее можем поставить так, чтобы на это пустое место одна из ее клеток встала. Как будет выглядеть эта доминошка? Совершенно верно. При этом пустая клетка, либо под ней, либо справа. Правильно? Вот так. Либо здесь, либо здесь. Мы не знаем, где. Что мы дальше будем делать? Вот давай не трогать верхний ряд. Вот эти вот клеточки, вот эти пять доминошек больше не будем трогать. Чего мы теперь будем добиваться? Горизонтальности, либо с клеточкой. Пытаемся добиться горизонтальности. Как? Итак, где у нас свободная клетка? Так. Да. А здесь свободная клетка? Здесь. Отлично. Итак, что значит пустим клетку в свободное плавание? Вот в этой строке есть горизонтальная палочка. Да. К ней? Ее сделаем горизонтальной. Да. Таким образом увеличиваем количество горизонтальных. И значит, рано или поздно у нас этот процесс остановится. Так. Отлично. Он не может остановиться, пока свободная клетка на горизонтали, где 8. И значит, этот процесс остановится, когда эта свободная клетка попадет на вторую сверху горизонталь. Правда, мы не знаем, куда. Но куда-то попадет. И более того, в этот момент мы уже не можем увеличивать количество горизонтальных доминошек. А что это будет означать? Значит, они там все горизонтальные. Вот. Значит, в левом случае мы добьемся замечательной штуки, что у нас во втором ряду тоже все станут горизонтальными и будет одна свободная клетка. Так, этот случай я понял. Все будут горизонтальные, кроме одной свободной клетки. Да, вот так. Раз. Два. Да, да, да. Три. И свободная клетка. Так. Да. Этот случай свели. Так. А правый случай? То же самое дело. То есть, если там есть вертикальная доминошка, то мы увеличиваем количество горизонтальных, она может быть куда-то, да, 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 кроме этой, да, это мы не трогаем. Может быть, она куда-то при этом пойдет, а потом опять будем увеличивать количество горизонтальных, увеличивать, увеличивать, увеличивать. И замечательным образом, рано или поздно, мы добьемся вот опять той ситуации. То же самое. Да, 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 ура, значит, мы можем этот случай уже стирать, все, он нам не интересен. Да, 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 Коль, но в любом случае мы добились одного и того же. Все, эти случаи слились. Ты зря, на самом деле, нарисовал здесь, потому что как раз интересен-то был случай, когда она сбоку. Смотри, у тебя постепенно возникает что-то вроде змеи такой. Я советую сдвинуть вот эти три горизонтальные доминошки, чтобы, да, 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 чтобы свободная клетка попала туда. Не знаю, мне уже понятно, что сейчас дальше будет. Вот здесь тоже есть. Да. Какая-то доминошка. Да. И в любом случае я ее сделаю. Правильно. И возникает свободное место. Опять в одном из двух, да? Мы его опять запускаем с приказом добиваться максимизации количества горизонтальных доминошек. При этом вот эти, которые уже нарисованы, мы уже не трогаем. И рано или поздно чего мы добьемся? Точно такой. Но третий протел будет из горизонтальных палочек. Да. Нутри мношек и пустой клеток. И одно свободное место. И можно сдвинуть туда. Ну туда не надо сдвигать как раз. Потому что нам опять нужна там вертикаль. Там вертикаль теперь. Да, давай, 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 да. И опять возникает свободное место. Ребят, я все понял. Вы поняли? Угу. Я аналогичный, наверное. Да. Вот такая вот зименька. А вот такая разница. Да, 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 да. Дорисуй-ка до конца. Она сам недолго осталась. Да. Мы постепенно создаем такую змейку. И что дальше? А? Да. И это уже конец. Это уже восьмая горизонталь. Так. Отлично. Итак, свободное место. Это теперь нижний правый угол. И что теперь надо сделать, чтобы решить задачу? Ну, то есть надо по очереди смещать, вот, начинать уже с нижнего ряда, пустую клетку перегнать в край. Это все то же самое, только в обратном порядке? Да, да. Нижняя клетка перегоняется, они становятся вот такими. И вылезают туда. После этого это через немножко и пустое место. И теперь тоже самое. Так, у тебя их четыре. У тебя их четыре двенажки? Раз, два, три, четыре. Перестарался, правда? Их должно быть четыре. Идею все поняли? Да. Что дальше сдвигаем горизонтальное уже налево, потом делаем вертикальное у горизонтальной и так далее, и так далее. Ну и все. Значит, такая змея делает как бы шажочек назад. Все. С этим мы молодцы, разбрались.